привет я странный дядька вы у меня на канале и мы с вами сегодня в очередном странном месте ну странное оно наверное только по вот этому вот виду что нашел то и снимаешь называется а вообще это город гатчина он клевый потому что здесь есть всего по чуть-чуть всего что я люблю вот там буквально нескольких сотнях метрах старая станция мариенбург со старинным деревянным вокзалом я кстати давно там не был надеюсь его еще не снесли вот здесь вот гатчинский парк его окраина так называемый парк сильвия зверинец птичник опять же развалины надеюсь до конца не разорвали вот то есть ну идеальное место для того чтобы записать вот этот вот очередной видосик про вы все правильно поняли сегодня опять дрононизм и квадролалия фими x8 мини и приколы с ним почему я решил записать еще один видосик потому что в комментариях под предыдущими видео писали по поводу морозца что дескать в одном комментарии кто-то писал что морозец наоборот вылечивает все вот эти вот приколы нас а стрясущейся камерой не знаю почему в другом комментарии писали что в морозец в небольшой как раз все совсем плохо становится с этим квадрокоптером пьяным дроном фими x8 мини ну сегодня как раз такой морозец минус 2 градусика довольно влажненько то есть морозец так ощущается самое время попробовать вот это вот изделие в легкий мороз сегодня на повестке дня дрононизм квадролалия фими x8 мини и его эксплуатация в легкий мороз минус 2 градуса во первых по поводу новых приколов появившихся с этим дроном ну вернее приколы не с дроном а с батарейкой я купил же дополнительные батарейки одну обыкновенную стандартную и одну прошлую еще дополнительно так вот с этой со второй стандартной батарейкой появились последнее время такие приколы то есть дрон летит где-то там что-то там все вроде в порядке процентаж на батарейке довольно большой вдруг включается алярм говорит все капец батарея села сажусь и начинает садиться так было уже четыре раза благо высота была достаточно хороший то есть быстро сесть куда попало у него не получалось он реагирует на органы управления то есть я нажимаю так сказать рычаг вверх чтобы он взлетал он взлетает проходит некоторое время и все становится окей опять процентаж нормальный батарейка вполне типа заряжена и мы продолжаем полет плюс один раз было когда был процентаж что-то в районе 70 он вдруг сказал все low battery returning духовом так сказать rth mode развернулся и полетел домой и происходит это именно вот этой вот с этой стандартной батарейкой то есть со стандартной батарейкой номер который я пометил которая была с ним комплект все окей и стою вот прошлой версии батарейки тоже таких приколов не бывает только вот с дополнительно приобретенный стандартной батареи ну чё хватит болтать давайте летать щая эту штуку запущу за виду придется еще наверное батарею греть потому что она же ведь не запустится не даст ему взлететь если батарея по моему ниже 10 градусов цельсия поэтому я вот тут мну эту батарейку вторую в кармашке с тем чтобы если с первой ничего не получится стартануть мы заведемся и поедем со второй батарейкой какой план просто в минус 2 взлететь посмотреть как будет выглядеть картинка посмотреть как будет дрон себя вести посмотреть надолго ли хватит в мороз легенькие батарейки может быть слетать до мариенбурга глянуть на вокзал может быть слетать до птичника глянуть на птичник вот собственно и все после этого сделать выводы сейчас я запущусь и вам перезвоню ну чё пока в общем то все четко но почему то все время теряется gps то он у него есть то его у него нет то он хотел бы но не может ну давайте чуть-чуть полетаем здесь над парком посмотрим на вот это вот хозяйство чисто для того чтобы посмотреть на качество записи видео в мороз на дальность связи работу батареек вот какие то вот такие вот тычки и дергания они честно говоря как-то так не внушают вот у нас тут развалины птичника ой а тут идет электричка а мы ее пусть упустили где она я уже потерялся электричка естественно уже ушла ладно полетели посмотрим на вокзал старинный мариенбург может быть и догоним электричку надо сказать горизонтальная скорость довольно приличная 11 этих самых как их называют метров в секунду вот мы даже догнали электричку вот это здание слева это еще не вокзала торговельный центр какой-то странный совершенно недавно построен а вот вокзал это вот эта вот штука вот она электричка поехала по своим электричным делам догонять мы ее пожалуй не будем давайте-ка подлетим поближе к вокзалу может немножечко снизимся и снимем панораму на этот вокзал что полетели по кругу потихонечку будем делать без автоматических режимах все будем делать руками мы же в конце концов грамотные квадрокоптеря каптеристы или каптерята или квадрокоптерцы можно если так сказать но в общем вот такая вот деревянный вокзал связь надо сказать уже теряется причем связь не по управлению а по видео что-то там надо сказать с вокзалом наверное происходит похоже что какие-то стройматериалы лежат или что-то такое ну вот такой вот клевый вокзал 1900 не помню какого года постройки слушайте ну камера все равно дергается то есть похоже что моего конкретно экземпляра фими x8 mini просто есть косяк теперь с гимбалом потому что видите все реально дергается дергается оно похоже наверное от ветра может быть еще от чего хрена лысого ты это все дело разберешь ну какая-то вот такая история посмотрели на вокзал полетели обратно ко мне на стояночку ну вот опять же отдадим должное скорость существенно скажем так добавилась раньше вот так вот сходу сразу 13 метров в секунду было в общем то не разогнаться а вот он бензиновый транзит и вот он я ну что как меня видно на самом деле несмотря на то что друг дрончик пьяный но все еще можно вот например теперь вот так вот записывать окончание видео видео я пишу на пьяного дрона фими x8 mini а звук я надеюсь пишется сейчас проверим а звук пишется на мой рекордер zoom h1 и того что мы имеем с гуся в минус 2 в общем то все работает соответственно тот комментарий по поводу того что в мороз ничего даже в маленький мороз ничего с этим дроном толком сделать не получится оно какое-то лошпидоское на самом деле пожалуйста все работает дрон правда болтается все равно но болтается так что в теплую погоду что в морозную погоду в любую короче погоду эта штука ведет себя пьяно это уже похоже никак не исправить с новым обновлением ну так чисто визуально глядя на телефоне надо потом еще будет посмотреть на большом экране но чисто визуально глядя на телефон картинка мне кажется стало лучше хотя я могу ошибаться может быть это тот самый эффект морозной погоды когда писали что в морозную погоду в небольшой мороз камера почему-то снимает лучше фиг его знает а может быть в этом виноват очередной апдейт камера фирмваре который я про апдейтил на дроне когда вчера по моему до вчера тем не менее все таки стоит сделать вывод что фими x8 мини вот он сейчас пошел куда-то вниз зачем-то провалился прям метра на полтора по высоте и больше опять не взлетел туда куда где был вот он решил что теперь меня снимать нужно вот так вот немножечко снизу ну ему водить кто мы такие чтобы за него решать в общем выводы фими x8 мини это конечно дрон возможно мне не повезло с моим конкретным экземпляром и мой конкретный экземпляр какой-то такой себе возможно кому-то с этими их экземплярами повезло и у них дроны прям офигенские но я короче этот свой фими x8 мини пьяный дрон оставлю себе как памятник собственной так сказать глупости наверх или возможно если среди вас есть желающие купить его себе я готов вам его уступить за те деньги которые я за него заплатил из-за него соответственно сам дрон 14 тысяч плюс две батарейки по моему по 4 тысячи каждая ну где-то так если по чечаяния вы хотите то в комментарии пишите я вам могу его уступить за эту денежку ну или как бы сказать положу его в свой собственный музей дурацких бесполезных покупок как-то так какая-то вот такая вот история штука прикольная но абсолютно бесполезная и я думаю что если не выйдет в ближайшее время mini 3 то на новый год я себе куплю опять таки диджай мини 2 потому что то устройство полностью прогнозируем а его можно использовать так сказать для своей работы совершенно надежно и точно быть уверенным что он в нужный момент взлетит в нужный момент запишет видео видео не будет вот таким вот трясущимся и дрожащим как на этой штуке и все получится хорошо суммурно я вот опять нанес какой-то фигни но тем не менее влог есть влог записал то что происходило и рассказал то что случилось спасибо что вы меня смотрите спасибо что досмотрели это видео до этого момента поставьте лайк напишите комментарий подпишитесь на канал если вы еще не подписаны включите колокольчик с уведомлениями чтобы не пропускать видосики как вы видите бензиновый транзит у меня находится в тестовой эксплуатации я сегодня его взял скажем так на работу нагрузил в него всякое барахло и с этим своим барахлишком езжу по объектам занимаюсь своей работой тоже странная довольно изделие этот бензиновый транзит но я же странный дядька соответственно и дрон у меня странный и машина у меня странная и события странных и места странные так стопы балаболить я могу до скончания века спасибо счастья вам здоровья любви терпения если что я в шкафчике приходите еще пока вот теперь еще умудрится его на руку усадить потому что там посадочная площадка виде моей посылки с алиэкспресса он ведь на нее точно не попадет а еще злые языки утверждали на всяких форумах что у нашего с вами любимого пьяного дрона фими x8 mini как-то необыкновенно хороша камера в темноте в ночном так сказать режиме вернее специального ночного режима нет просто камера в темноте очень здорово по сравнению с другими дронами снимает ну раньше я это не проверял давайте по-быстрому убедимся так это или нет ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok